Мы находимся в городе на побережье Коста-Бланке, который называют Испанский Нью-Йорк. За большое количество высоток, которые здесь находятся, здесь один из городов, где наибольшее количество высоток в Испании. Город имеет два больших торговых центра, Ла Марина и Карфур. Также здесь есть колледж для обучения детей, интернациональный колледж Лопе де Вега. Вот видите, сколько народу много. Да, удивительно, много народу. Короче, проблема Бенедорма, как и многих европейских городов, что на высокой машине, особенно с бэгом сверху, не встать. То есть, если все паркинги подземные, они свободны, вот написано Либра, но максимальная высота метра восемьдесят. И мы туда на своей машине не вылезаем, потому что у нас бэг сверху. Поэтому, находясь в этом городе, в прекрасном Бенедорме, у нас проблема. А слева идет прогулочная набережная и полоса пляжа. Она длится где-то приблизительно 6 километров. Как раз здесь очень много народу. Люди гуляют, наслаждаются хорошей погодой, несмотря на то, что там тучи сгустились над морем. Сегодня обещали шторм, ливень, но пока все благополучно и спокойно. Работают барчики вдоль береговой линии. Магазинчики. Сегодня воскресенье, но тем не менее барчики работают. Вот сколько народу гуляет. Вы видите слева. И вон там туча огромная. Вот мы остановились на парковке. Если говорить про недвижимость, то, что цены на жилую недвижимость в Бенедорме являются вполне щадящими, хотя превосходят цены на аналогичное жилье в некоторых районах Аликанта или Валенсии. Но это объясняется наличием практически в каждом жилом комплексе в Бенедорме с минимальной инфраструктурой. Общая зона отдыха, детские площадки, 1-2 бассейна, теннисные порты. Очень здорово ко мне подошел испанец и сказал, что я искал место, где оплатить парковку. Подошел к этому столбику, столбик закрыт. Испанец подошел, говорит, нос и пагло, и ненверно, все gratis. То есть сейчас все бесплатно. Бесплатно пользоваться зимой платными парковками. Это тоже очень здорово. И мы вот совсем недалеко от моря остановились. И пойдем сейчас, пройдемся, погуляем, покажем вам, что здесь есть. Пока мы идем, я расскажу, что тут, я вычитала, что здесь город делится на три района. Один из районов это район Паньенте, в котором проживают в основном испанцы, и многие из которых начали скупать недвижимость в этом районе под застройку еще в середине прошлого века, когда Бенедорм только начал развиваться как туристический центр провинции. И подавляющее большинство домов здесь расположены на первой и второй линии. При этом самый лакомый кусочек уже отдан под строительство нового небоскреба. Я не знаю, построен он или нет. Эту информацию я вычитала в интернете. Мы посмотрим классы люкс под названием Дельфин Тауэр. Вот не знаю, как говорится, построен он или нет. Я готовилась к этому. И читала вчера информацию в интернете. Вот, ну, зато готовилась. А центр города Бенедорм, он, как это обычно и принято, отдан для посещения туристам, которые посещают бары, рестораны, магазины. Там в море виден остров Бенедорм. Это небольшое скальное образование. Оно расположено в 3,5 километрах от берега. Это просто каменистый участок со скудной растительностью. Там гнездятся обычные чайки. Он очень маленький, этот островок, но там есть ресторанчик. На этом крошечном островке длиной всего 350 метров люди построили ресторанчик, где принимают гостей, которые прибывают на этот остров ради восхитительного подводного мира. Туристам организовывают морские прогулки, везут их на лодках с прозрачным дном, сквозь которые видно заросли кораллов, разные рыбки, мурены, удивительные медузы, крабы. Так что вот все здесь летом очень интересно. Конечно, это все функционирует летом. А сейчас вы видите такой пляж. Протяженность этого пляжа около 6 километров. Вот там высотки. В Бенедорме есть парк животных и птиц Мундамар. Аквапарк Акваландия, Тирамитика, парк аттракционов. В общем, проживание в Бенедорме будет очень интересно для тех, кто любит активную жизнь, у кого есть дети, множество парков, получается, здесь есть. И летом, и зимой активная дневная и ночная жизнь. И отдых, соответственно, на море. Кстати, пока мы идем до достопримечательностей, известных здесь, балкон Средиземноморья, он там вдали виднеется. Я хочу сказать, что здесь хорошая, удобная транспортная доступность города Бенедорм. Люди обычно прилетают в аэропорт Аликанте. И до центрального вокзала Бенедорма 45-50 минут едут из аэропорта Аликанте. Ты знал об этом, Алексей? Нет, я знал, что здесь есть типа трамвая, который ездит здесь, причем в городской махту. А это альтернатива вот этому городскому, альтернатива автобусу и альтернатива такси. Кстати, такси из аэропорта будет где-то 80 евро, обойдется вам. Есть такой трамв, да, гибрид трамвая и электрички, как альтернатива. Вообще, очень классная трасса. Скоростная, параллельно идет, бесплатная. Бесплатная. Они сейчас, обе бесплатные. А вот этот трамв доставит вас до центра Бенедорма за полтора часа из Аликанто, из аэропорта. А вообще сюда прибывают из Мадрида автобусы. Из Мадрида где-то часов 6, час 45, из Валенсии идет автобус. И Барселона 8 часов. Также хочется рассказать, что город этот космополитичный. Здесь многие люди из разных стран живут. И даже в улице. Ты знаешь, Алексей, что улицы у них называются даже такими названиями Москва, Амстердам и так далее. Много таких улиц. Это говорит о том, что люди разных народностей, национальностей, стран живут очень уютно в этом городке. И действительно, прогуливаясь по этому городу, я могу сказать, что да, здесь очень уютно и очень хороший пляж. Но самое интересное, давно не видел такое большое количество туристов, гуляющих по набережной, как в Бенедорме. Летом, вероятно, здесь очень много народу и плотность очень большая, население. И пробки, приезжали мы как-то летом в парк и были большие пробки на автомобилях. Дома закрывают, меньше ветра. Там тучи сгущаются над морем. Что там происходит? Значит, мужчина пошел на маленький остров. Вот там, вышли охранники и спасатели, так как сегодня объявили повышенную опасность в красном уровне, что волны могут достигать от 4 до 8 метров. А дядька все, вот хочется на маленький островок добраться. А охранники и спасатели вон там в зеленом, в красном, все встали. Дядька все равно его периодически волны сносят, но он все равно пытается пройти на этот остров. Ой, отсюда покажу. Немножко подойдем до балкона, сидим на море, там больше карно видно. Все равно вот отсюда покажу какой он город Бенедорм. Население все стоит, смотрят, как спасатели будут спасать этого безумного человека. Вот она, испанский Нью-Йорк. Пальмы красивые. А вот это парк Дельче. Пальмовый парк, там детские площадочки разные, но он также идет вдоль набережной. Голуби все белые. Мы даже не сразу поняли, что это парк. Видите, там фонтанчики есть, там много детских площадок, люди гуляют, много пальм. Летом, наверное, здорово в тени. Белые голуби. А мы идем к следующей достопримечательности Бенедорма, балкону Средиземноморья. Это известная смотровая площадка, откуда открывается красивый вид на этот город. А потом, наверное, пойдем что-нибудь перекусим, выпьем пивка. Покажем вам цены на еду, питье в этом городе. Агентство недвижимости еще не попалось нигде, чтобы показать цены на недвижимость, но я смотрю, обязательно покажу. Смотрите наше видео до конца. Мы все узнаем, сколько стоит здесь все. Кстати, вышло солнце и температура поднялась с 13 градусов до 20. Это здорово. Татьяна уже сняла куртку. Да, мы уже начали потихоньку раздеваться, снимать теплые вещи. Итак, идем. Покажем вам самый обалденно красивый вид на этот город. Вперед. Да, вот он такой. Я так думаю. В общем, дорога к этому балкону Средиземноморья, смотровой площадке, пролегает, как мы поняли, через старый город. Весь площадкой. Он весь площадкой, в общем. Домики двух-трехэтажные. На земле площадка. Много магазинчиков, кафешечек. В общем, все для туристов. Все для нас. Город это 16-19 век. По-моему, в стиле 16-19 века отстроены все дома. Сувенирные лавочки. Одежка, одежда тоже распродажа, кстати говоря. Сейчас январь, до конца февраля здесь распродажи. вот минус 50. Такие здесь типичные улочки в старом городке. Грусчатка. Вкусная еда. Мы еще не пробовали, но обязательно попробуем. А побережье везде, хорошая. Видите, тапасы за 10 евро зазывают в ресторанчике. Меню 15 евро. Поэй 6-90. Это вот в центре города мы идем. В старом городе вернем. Здесь они везде зазывают. Можно поэкзем. Устрицы. Устриц подают. Вот сколько народу. Сейчас время обеденное. Все едят здесь по времени тоже. Что? А мы идем на смотровую площадку. и потом будем вот не говори. О, цены. Что там? Тоже церковь здесь. Привет. Вот отсюда открывается шикарный вид. Шикарный вид на город. Можно даже посмотреть за еврик, наверное, на город. Подойдем поближе. Давайте посмотрим отсюда. Какая красота открывается. А теперь, наверное, понятно вам, друзья, почему его называют испанский Нью-Йорк. Высотки. Вот мы, наконец-то, вышли на площадку, площадку балкона. Здесь как раз представлены пушки, которые защищали Венедор в 16 веке. И вот, соответственно, сам балкон, выполненный в мауританском стиле. Вы это видите. Белый цвет, синий купола. Очень все красиво, здорово. Все чисто по-испански. Ну, давайте поднимемся туда. Классо-дель-Костель называется. Только что мне Алексей сказал, посмотри вот на эту сторону. Какие здесь высотки, какой вид красивый. Друзья, давайте подойдем, посмотрим. Вот это красота. Вот здесь такой красивый вид, такая чистая вода. Здесь, наверное, прекрасно нырять с маской, смотреть рыбу. Думаю, что да. Смотрите, какая вода чистая. Вот тот островок, который мы вам уже показывали. Там, между прочим, есть ресторанчик. Не забывайте об этом. Ну, по-моему, работает он только летом. Только летом. Мы туда еще не плавали, но думаю, что когда-нибудь посетим. И вот такая она красота. Отели есть. Встречалось намного отелей здесь. Поднимемся. Красивый такой балкончик. Для представленной раскопки. Так что, когда будете в Венедорме, обязательно посетите эту смотровую площадку. Вы увидите шикарный вид на город. Да, Алексей? Сюда открывается шикарный вид на город. Обалденно. Здесь город как на ладони. И сама красивая. Все высотки видны. Пылька такая. И там интересно, что сохранились кусочки средней сады. Атеологические раскопки. Атеологические раскопки. Ну вот, это… О, есть колызия. вот там где мы только что были это была площадь de castel если я ничего не путаю а вот эта белая лесенка она ведет как раз таки на смотровую площадку которые называются средиземноморский балкон вот он сам балкончик а вот там была площадь на котором только что были площадь на которой мы были его лесенка ведет сюда на балкон из балкон открывается шикарный вид шикарнейший вид на океан на океан на море и вот мы погуляли по этому городу скажем свои впечатления то есть если вы хотите жизнь если хотите жизнь такую и дневную и вечернюю и едете на отдых ну конечно вот ленидором он конечно рулится сюда стоит наверно ехать для того чтобы отдохнуть потому что много парков много интересного много кафешек много баров там всякие развлечения и жизни кипит народу очень много если переехать это более такой какой-то низкоэтажный городок и такой он не очень эффектный и не такой шумный а люкан то там университет тоже есть старые данные дома и так далее то здесь конечно более высокая да более высокие дома но протяженность его где-то в районе шести километров а ширина гораздо меньше он поширенее сам город еще да не большой как видите сзади горы скалы но сейчас пойдем попробуем как здесь кормят сейчас мы постараемся подняться вот на ту площадку и с той горы попробуем сфотографировать и снять видео как раз на то место где мы сейчас находимся вначале мы наверное выпьем чашечку кофе это обязательно нас там уже поджидают испанские товарищи так мы зашли в кафешку здесь есть меню дель диа то есть меню дня есть по 19 евро есть по 790 мы были 790 и покажем что туда входят интернет бесплатный соответственно на питере в общем сидим ждем такой здесь интерьерчик первое место нам короче говоря не понравилось оказалось что это нас обманули за 790 там нет никакого меню за 15 тоже только за 19 90 в итоге мы прошли буквально там метров 15 и у нас прекрасный камореро посадил меню входит там суп салат на первое на второе там либо рис либо мясо по четыре вида блюд 3 соответственно тоже там рыбные блюда стоит также напитки ну в общем все включено 15 евро хлеб и десерты ну для такого города крупного большого и для центра города 15 евро не уже где это очень даже не дорого потому что в нашем районе есть и 12 евро а тут откуда мы приехали аликанта там окрестности 3 въехи 10 12 но 9 90 самое дешевое это нас научили наши друзья из франции выбирать всегда меню для льде получается значительно выгоднее значительно выгоднее и включает все десерты напитки и салат ты можешь планировать свой расход средств не задумывайся сколько мы там насколько наели ты прекрасно уже знаешь цену в конечном и пиво если хотите вы заказывать маленькое пиво и недорого то надо всегда говорить конья не сервеса рак они до сервес они приносят большую соответственно вы будете платить дороже у нас тоже научила этому по-моему сердце а сердце наши французские друзья с таким лайфхаком запоминаете друзья возможно когда вы прийти в испании вам это пригодится не показать это меню до дня вошел чесночный супчик но я попробовал достаточно вкусный не острый там булочка есть но не наверно не для тех кто на диете сидит ну похож на испанскую тюрю да похож на теорию действительно суп с хлебом покрошенным уже в этот суп но не острый но ничего такой нормальный ну конечно вот мне кажется жирноват бульончик и когда сидишь на спортивной диете наверное лучше было бы салат можно как нам еще подниматься в горы и достаточно высоко мы решили все-таки подзарядиться энергией да но можно выбрать и салат было салат с тунцом салат с лангустином 4 4 вида а вот у дима карпаччо сальмона как раз вот рыбками два оливкового маслица наверное со специями повторюсь это этот пара стартер на 1 то есть в виде салатов сейчас доедим и будем ждать второе сменили бы немножко локацию столик потому что там очень сильно курили вот это шампиньон это у нас первое блюдо первое блюдо получается не стартовая первое шампиньона это что это лобстер с лангустинами ну вот такой рис и вот это перцы с рыбкой бакалява ну 300 перцы с треской вот хлебушек нам дали водичка это все отходит в меню дель диан шампиньоны у нас дим вкусный да да но даже только в перчике вообще все даже лучше но вот это у стаса в перчике это вообще прям вкуснятина прямо вкуснятина а у тебя алексей это вкусно лобстер такси лобстер как лобстер чего его пробовать в общем нормально готовят неплохо это турнира не это барашек барашек какой нежный вообще не представляешь он просто рассыпается смотри вот так вот раз рассыпался приятного нам аппетита воин про вечер вот этот сальтоки ресторанчик или по . мы покушали очень вкусно сегодня заведение меню дель диа стоит 1650 но только два вида примеры секунду клада ну и выбор соответственно по 5 позиции а там где мы поели там 3 1 2 3 и в каждом выбор по 4 по 5 видов мы поели даже выгоднее может быть выгодно и очень вкусно такие высокие здесь дома с бассейнами с кортами для тенниса мы прошлись посмотрели под паркинги подземные есть то есть вся инфраструктура конечно хорошая но много наверное летом очень народу в принципе те кто любит скопление народу веселую шумную жизнь то бенедорма это ваша 19 января 14 градусов вот там прямо на градуснички видно сейчас очень много отелей кстати в этом городе мы заметили 4 звездочные вот рейсовый автобус городской вообще инфраструктура такая развитая то есть барчики кафешки очень много работает несмотря на зиму все открыто вот отель проезжаем 3 звезды а капульку вкусно пообедали прекрасные ресторанчики видно что уровень ресторанов достаточно высок вот еще один отель отелей очень много здесь на первой линии слива вот отель 3 звезды на первой линии очень много мы видели 4 четверок отелей отель отель да видите друзья все это все тут и слева отеля аптеки бары такая инфраструктура очень развитая здорово и автобусы ездят разные города в мурсию в валенсию великанте я думаю что и до мадрида тоже то есть здесь есть автовокзал он немножко отнесет от центра города где-то минут 30 пешком идти ну вот очень удобное снабжение транспортное снабжение здесь говорят очень удобное более-менее новые они так смотрятся уже как бы современника все вот урбанизациями тоже с этими закрытыми целая инфраструктура там у них за закрытой территории и кстати вот тоже недвижимость продается не видно отсюда какие цены зации там внутри видно что там есть и вот места для машин для парковки и бассейны видны и в некоторых там спортивной площадке видны и кругом масса масса магазинчиков разных отели очень много счет но вижу тут закрыто все и вот площадка видно отель кстати говоря три звезды еще отель 4 звезды какими-то там площадками тоже кстати здесь есть еще что в бенедорме перед дом бенедорм пэлос это там про проходит как бы и всякие музыкальные шоу вот резиденция тоже видимо одна из новых музыкальные шоу всякие оперные музыканты ступают тоже такой известный культурный центр и все вся куста бланка в общем-то посещает это место бенедорм пэлос нам тоже рекомендовали кстати туда сходить мы там еще не были но зато мы были в акваландии она идет как раз таки по этой дороге не раз прекраснейший парк очень здорово чтобы провести целый день так что рекомендуем также в бенедорме находится парк аттракционов тирамитика типа олега лэнда и терра натура это огромный зоопарк наверно ну один из самых больших европе причем там и слоны и все живут в естественных условиях с открытой огромной территории нам очень понравилось там сейчас мы выезжаем на окраину на соседнюю горку бенедорма огромная такая гора мы на нее сейчас поднимемся и оттуда с ним вид на бенедорм хотел добавить вид на миллион на бенедорм красивейшие виды и так что не переключайтесь не перематывайте наше видео смотрите его до конца идет вот такая вот гроза сюда а